Маленькие дети, которых родители подносят к чаше, иногда бурно протестуют, не желая причащаться. Иногда священник причащает детей силой, при этом их родители, ничуть не смущаясь, начинают уговаривать своё чадо. Это вкусно, это компотик, выпей компотика. Будет ли такое причастие полезным для ребёнка и его родителей? Ну, давайте вспомним первое. Слова Господа, по вере вашей да будет вам, да? А вот ребёнок маленький, который ещё не осознаёт много, ну, возьмём, например, трёх-двухлетнего ребёнка, да? Он ещё находится в таком состоянии, когда он не способен аналитически мыслить, он не способен познать веру, да? Он ещё читать-то не умеет. А ему тогда зачем это причастие? А вот здесь уже вступает другое, по вере родителей. Вспомним, давайте, опять Евангелие, когда отец привёл своего бесноватого сына, да? Разве сын просился, чтобы Господь там, как говорится, его очистил? Нет, отец. И по вере отца. А давайте вспомним другой сюжет, когда военно-начальник пришёл за слугу своего просить, да? И Господь исцелил его. И можно многие другие, описанные в Священном Писании, в Священном Предании, вспомнить случай, когда по вере других людей Господь даёт благодать людям. Поэтому, во-первых, надо помнить, что по вере родителей. И если родители в тот день, когда принесли ребёночка или привели его на причастие, сами исповедовались и причастились, и посвятили день Господу, да и вообще стараются жить по воле Божией, а не от своего, как говорится, дебилого ума, то ребёнку будет благодать. И это не зависит от того, что он вот сейчас противится, не хочет, головушку свою отворачивает от причастия. Это не важно. Потому что Господь будет лечить, давать благодать по вере родителей. Поэтому этому не надо удивляться, этого не надо пугаться, надо детей обязательно причащать. А ещё лучше причащать их, когда они только появились в утробе матери, то есть с момента зачатия. Ведь тоже воли ребёнка никто не спрашивает в этот момент. Но если мать причащается, то те божественные энергии, то есть любовь к Божию, ребёнок уже впитывает в утробе матери. Он сочетается с Божьей благодатью. С Божьей любовью у него будет расти потребность, естественная потребность, в Боге, в Богообщении. И когда он уже народится и повзрослеет, эта потребность у него будет очень сильной. И даже когда он где-то там отпадёт на какое-то время в подростковом возрасте, всё равно вернётся. Потому что вот эта потребность у нас неистребима. И она обязательно проявится. Ну, пожалуй, у меня всё. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.